Республика на Волге. Международный молодежный культурный форум с таким названием стартовал сегодня в Чувашии. В течение двух дней участников ждет насыщенная культурная и образовательная программа. Молодые, инициативные и целеустремленные люди в течение двух дней погрузятся в атмосферу чувашской культуры. На форуме предусмотрены три основные секции по традициям Чувашии, по истории республики и изучению родного языка, а также по туризму, в рамках которых участники форума будут обучаться. Уникальность проекта «Республика на Волге» в том, что он проводится у нас впервые. Мы планируем его сделать ежегодным и привлекать ребят из других государств, подключать онлайн. Также планируем, что ребята будут приезжать из других регионов. И сам форум направлен на приобщение молодежи к культуре, истории и традициям Чувашии. Для обучения участников приехали федеральные и региональные эксперты в сфере молодежной политики, культуры и туризма. У каждой из национальных республик есть свой опыт презентации. Подключение же к этой работе молодежи означает внедрение новых форм. По приглашению молодежного правительства Чувашии на форум приехала Анна Бакаева, эксперт по национальной политике из Орловской области. Мы сейчас ведем очень активную работу по популяризации отдыха в России, во-первых. Во-вторых, мы очень хотим знакомить молодежь с нашим многонациональным устройством России, рассказывать о том, какие у нас есть национальные республики. И сразу по итогам этого форума мы в Москве проведем День по Волжье, на котором, в частности, будем рассказывать про Чувашию. Участники очного формата фестиваля – студенты, молодые ученые и специалисты в возрасте от 18 до 30 лет. В режиме онлайн могут принимать участие молодые люди в возрасте от 14 до 35 лет. Секция по культуре. Традициями и по изучению родного языка проходит на площадках музея Чувашской вышивки и Чувашского национального музея. В рамках секции по туризму участники посетят музей истории трактора, научно-производственное предприятие города. Обучать социальному проектированию будут в парке Амазония.